У Жоры гениально сделанные наплечники, в его новом клевте железном, в котором он не снимая катает, вы когда на плейбеке смотрите, что вы там снимаете, там есть специальный режиссер, человек, я слышал, у него плейбек есть, смотрит, что получается, когда один наплечник под кирасу залез, а другой сверху, вы считаете, что это нормально, так и должно быть? Пилевать. Пилевать. Потому, что наплечник у вас сделан неправильно, вы дегенерат, и он так не может быть изготовлен. Вы делаете или маленький наплечник, который закрывает сустав с той стороны, и он с кирасой никак не смыкается, то есть не может под него заскочить, или вы делаете широкий наплечник, который опирается на кирасу, только не вот тут вот, а вот тут вот, так, чтобы под ним можно было руки свести. Потому, что если он у вас вот так вот направлен, вот сюда вот, он у вас вот так вот под кирасу залезет, и все. Эта рука у вас считает, что не работает. Ей можно будет только так, вот так. Делать активные взмахи. Да. А вам, видимо, пилевать. Это красиво, видимо, считается, что один наплечник под кирасу, другой на кирасу. Одна джинса заправлена в носок. Другая на кирзач сверху натянута. Да какая, господи, разница? Блин. Ерунда. Я не могу просто. И наша любимая шуба заправлена в трусы. Да. Космические шубы заправлены в трусы. Заправлены в планшеты космические карты. Это ж так убого и омерзительно выглядит. Во-первых, неясно нахрена они все время в доспехах. Ну ладно, Абдористан без доспехов. Что, Жора-то все время в латах. По жаре. У него бюджеты на другие шмунет. Он пару раз в рубашке ходил. Как Д'Артаньян. В рубашке и в юбке какой-то такой кожаный. Растекал. А тут что-то все время в доспехах. Я даже не знаю. Как-то это неловко. А что, говорю, шлем ему оденьте сразу. Пускай он еще и в шлеме катается заодно. А что такого-то? Через дырки зыркает, да. И ведет диалоги с Абдористаном всякие, как Мандалурис. Манда. Манда.